Основная задача наша, как селекционеров непосредственно, в первую очередь создать такие сорта, которые могли бы реализовать свой потенциал на все 100% конкретно в наших условиях. Сорта, созданные у нас, проходят испытания по всей республике. Дело в том, что условия Витебской области отличаются от условий Гомельской или Брестской, и не всякий сорт, который растет под Брестом, хорошо себя проявит под Витебском. Вторая задача нашего института – это оценить их устойчивость к болезням. Каким бы сорт не был хорошим, если он поражается болезнями, он не сможет проявить себя с лучшей стороны. Либо потребуется очень серьезная нагрузка пестицидами. А в современных условиях мы все стремимся получить как можно более чистый урожай. Поэтому болезнь и устойчивость – это один из важнейших приоритетов работы нашего института. Ну и, наконец, это качество. Согласитесь, каким бы ни было красивым яблоко, каким бы оно ни было устойчивым к морозу, к болезням, к вредителям, если оно невкусное, его никто не станет покупать. Поэтому качество, потребительское качество – тоже один из важнейших приоритетов нашей работы. В нашей стране используют обычное холодильное охлаждение яблок до нормативных температур, это где-то плюс 2,5, плюс-минус градус туда-сюда. Это технология с регулируемой газовой средой, которая позволяет снижать уровень кислорода и повышать уровень углекислого газа до тех значений, чтобы замедлить естественный процесс дыхания у плодов, находящихся на хранении. Единственным отличием этого хозяйства является то, что они начинают распаковывать свои хранилища, свои закорма уже ближе к весне, к марту месяцу. У нас экспериментальное хранилище. Мы используем как обычное холодильное хранение, так и хранение с изменением газового состава воздуха. Мы подстраиваемся под торговые сети и можем снабжать торговые сети, начиная вот с момента уборки и почти до апреля, до мая месяца. И я думаю, что яблок в этом году хватит на всех. Сябрь – это основная пора сбора винограда. В этом году, конечно же, небольшие есть задержки в созревании порядка на две недели позже. Все зреет. Поэтому мы только приступаем сейчас, в данный момент, к сбору урожая. Урожай идет на реализацию населения. И плюс еще есть и технические сорта, то категория есть любителей на переработку. Они изготавляют домашнее вино. Вот, к примеру, вот сорт Marshall Foch, возле которого мы сейчас находимся. Это сорт специально для изготовления красных вин столовых и также соки. С каждым годом культура винограда все больше и больше привлекает людей. В основном, конечно, частники, которые у себя на участках высаживают на дачных данную культуру. И в целях популяризации развития виноградовства в стране мы ежегодно в институте, традиционно в середине сентября, буквально в пятницу 18-го, у нас день винограда. Знакомим людей с коллекцией, с разнообразием сортов. Это посещение виноградника, с дегустацией, с знакомством, какие вкусы, какие размерные характеристики от 1 грамма до 20 и более ягода. Информацию о программе проведения праздника можно узнать на сайте Института плодоводства. Института плодоводства